Позиция белорусских чиновников на международных переговорах во многом связана с политической ситуацией в стране. Менее чем через две недели там пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендует 10 кандидатов, в том числе Александр Лукашенко, который бессменно руководит республикой уже три срока, с 1994 года. О расстановке политических сил в Беларуси репортаж Максима Боброва. Сход, для которого и сход грядущих президентских выборов, похоже, ясен. Белорусская номенклатура в изобилии, представленная на так называемом народном собрании, внимала батьке с дежурным воодушевлением. Александр Лукашенко уже 16 лет у власти и делиться этой властью ни с кем не собирается. В программной речи Лукашенко обещал всем все. Лучшую долю белорусам, дружбу Китаю, США и Евросоюзу. Россию же привычно ругал и учил жизни. Но разве это нормально, что мы каждый год, под Новый год, у кого у людей праздник, а у нас от президента до руководителя департамента всех министерств, корячимся в Москве или еще где-то выпрашивая ложку дегтя или баррель нефти, или кубометр газа. Это ненормально. Нормально для Лукашенко было, когда российскую нефть покупали задешево, а продавали на Запад задорого. Когда лавочка прикрылась, белорусский президент сделал сильный ход. Он начал покупать нефть в далекой Венесуэле. Эксперты называли это бредом или Санта-Барбарой. 10 миллионов тонн в год. Самой качественной нефти Санта-Барбара. Очевидно, кто принимал решение, у них даже не было обычного калькулятора. Тащить так далеко нефть это очень дорого. И рядом находится российская нефть. Это первая. А вторая, венесуэльская нефть, где-то 650 долларов. Российская 400. Экономически это смысла не имеет. И вся страна с радостью встречает эти танкеры. Но никто не знает, для того, чтобы заполнить работы наши нефтезаводы, требуется где-то 160 танкеров ежегодно. То есть через день их встречать с цветами, с пионерами. У нас пока раз в неделю, раз в месяц такие всенародные празднества по поводу прихода танкеров с венесуэльской нефти. Это глупо. Венесуэла, Одесса, Броды, Мозырь. Столь извилистый маршрут смущал многих, но не Лукашенко. Вести латиноамериканскую нефть с Украины в цистернах дорого. Через нефтепровод «Дружба» дешевле. Но это беспокоит европейцев. Ведь южная ветка – стратегический резервный канал для поставок российского топлива на запад. Но батьке важен был жест в адрес России. То, что в таких жестах, словесных выпадах и совсем не союзнических решениях Минск зашел слишком далеко, похоже, понимает и сам Лукашенко. Недаром, в очередной раз обвиняя, он готовит путь к отступлению. И мы хороши, и они еще лучше. Не надо кивать только на Москву. Мы тоже хороши. В жизни всякое бывает. Может, Путин и прав. Что родственники тоже говорят на одной кухне, ссорятся. Белорусская предвыборная кухня разнообразием не отличается. Вот и ОБСЕ, на саммите которой Лукашенко недавно выступал, отметила – на телеэкране слишком много одного кандидата. Но ему самому себя много не бывает. И официальные опросы избирателей, как всегда, ласкают слух президента, предрекая ему уверенную победу. Между тем, независимый институт социально-экономических и политических исследований, закрытый белорусскими властями и переехавший в Литву, оценивает рейтинг Лукашенко в 48,5%. В этих условиях явка становится ключевым фактором, как и дата голосования. Главное – избраться до Нового года. Все экономические проблемы, которые обрушатся на Беларусь, начнутся как раз после 31 декабря. То есть, 2011 год – это тяжелейший год в экономике республики, это и отдача кредитов, которые мы чрезмерно взяли, и много-много вопросов экономических, которые встанут остро уже к весне. Все на выборы или попробуй не приди. У студентов сессия, и риск ее не сдать, если не проголосуешь. Пенсионеров под Новый год заманивают дешевым товаром на избирательных участках, а рабочие в декабре ждут обещанной повышенной зарплаты. И все они на контрактах. Можно просто расторгнуть контакт, ничего не объясняя, не выплачивая никакого выходного пособия. Это действительно крепостная система, и она очень сильно связывает активность рабочих, их протестную активность по рукам и ногам. Это уникальная система, наверное, больше в мире такой системы нет. Но в Беларуси она эффективно действует. В Беларуси все идет по плану, даже с опережением. Вот и елку уже зажгли. На Октябрьской площади, где собирается протестовать оппозиция, зальют большой каток. Сложно представить более неудобную площадку для митинга. Максим Бобров, Дмитрий Новожилов, Сергей Гельбах. Первый канал. Беларуси.